Решаем задачу уравновесия простой рамы Это, конечно, простейшая задача Из-за серии задач статики Одно тело, три реакции Надо составить три уравнения уравновесия И найти три реакции Сразу скажу, какие это реакции Неподвижный шарнир, здесь две реакции А вот этот стерженек, одинаковый, видите, с двух сторон Шарниры Это одна реакция, горизонтальная, вдоль стержня Действие первое Мы освобождаемся от связи Но правильно сказать, не мы освобождаемся Конструкция освобождается от связи И связи заменяются реакциями Максимум такая есть Значит, здесь у нас неподвижный шарнир, две реакции Но иногда спрашивают студенты, куда направить Направляйте куда угодно Может даже под углом, но должны быть две неизвестные Можем, допустим, какая-то сила R под углом альфа Или там бета Альфа у нас задействована Произвольное направление Но вы делаете как принято и как проще А проще так Одна горизонтальная, другая вертикальная Но горизонтальная может быть налево и направо Но у меня, по крайней мере, ответы подобраны так Что горизонтальные направо Куда бы ни было бы Вот здесь у нас будет XA Потом, видите, у меня здесь был шарнир направлен как бы вниз И хочется вниз тоже реакцию нарисовать Нет Вертикальные, направляйте вверх Так удобно Тогда у нас будем проверять и у нас знаки будут совпадать Это YA И еще рекомендация В некоторых учебниках пишется AX, AY Но это неудобно, нестандартно Пишите вот как у нас X, AY Здесь одна реакция Но здесь, конечно, можно написать RB Вот когда нечто непонятное То не компонента, а просто, например, можно было RB А можно написать XB Мне больше нравится XB Вот здесь вместо этого стержня рисуем XB Вот эти три силы надо найти Но некоторые, вполне возможно, будут 0 Некоторые, возможно, будут отрицательные Выводы никаких не делайте При этом, ну, допустим, получилось XB отрицательное Ну, ничего это значит Это значит, что на самом деле Сила-то была направлена туда Но сама сила положительная Но вот эти перевороты направления не надо делать Вот как решаете Получили ответ, так и получили Потом она может задействоваться в дальнейшем Итак, три уравнения Ну, вы знаете, два уравнения проекция Одно уравнение моментов Ну, начнем с уравнения проекции Ну, спроецируем все силы на горизонтальную ось Ну, ось у нас традиционно горизонтальная У нас X направо Традиционно Y вертикально вверх Правая система координат В данном случае это не так важно Ну, уж будем приучаться вот к этой системе координат Итак, значит, перечень всех Значит, что такое сумма проекции всех сил на ось X Да, кстати, иногда пишут F, K, X Вот так вот В учебниках, в сборниках и так далее Ну, зачем лишняя информация? Поэтому мы будем писать сокращенно Будем писать Давайте я сразу же сотрой этого, да? Просто F, X Или нет? Просто даже X Вот так вот Сумма X Значит, это сумма проекции на ось X Ну, удобно Значит, у нас, так сказать, значок Что-то мы составляем уравнение проекции на ось X Значит, это у нас перечень всех горизонтальных сил Вот эта сила наклонная Мы заранее разложим на компоненты Весьма советую вам это сделать F на косинус, F на синус Если будет величина То сразу же можно даже нарисовать значение Ну, допустим, давайте зададим F Равно 10, так удобно 10 кН Допустим, полусловие 10 кН А косинус альфа, допустим, по условию Равняется 0,8 Вот, к примеру Вот я взял такое условие Косинус альфа 0,8 Поэтому, прежде чем решать Написать уравнение Весьма рекомендую Сразу же На той же, кстати, на той же карточке, которую я вам дал Прямо на ней же Они одноразовые Можете на ней прям рисовать На ней записать Вот эту силу убрать Эту альфу, это F, это уголок И сразу же написать Ну, понятно На косинус альфа сколько будет? 8, да? Горизонтальная А вертикальная сколько? Ну, скажите Ну Если косинус альфа 0,8 То синус? 0,6 Кстати, некоторые студенты говорят 0,2 Это странно Но бывает Так, это я вас проверил Значит, здесь у нас получается 8 А здесь 6, да? Все Упростили Сразу же проще решать И с этой наклонной силой Возьми много А здесь, видите, 6 и 8 Ну, я не буду писать Килоньютон На килоньютон Ясно, что килоньютон Так, сила P я еще не задал Итак, пишем сумму проекции всех сил на ось X То есть, сумма всех горизонтальных сил Ну, конечно, те, которые налево с минусом Направо с плюсом Значит, я начну XB XB Минус 8 И минус P Равно 0 А вы скажете А момент А момент Это пара Момент Это пара сил Они в разные стороны Равные по величине Противоположные по направлению И поэтому, естественно, в проекциях Они как бы уничтожаются Понимаете? Поэтому момент в проекциях не входит Момент это килоньютон на метры Уж хотя бы из-за того факта Что это в килоньютоны Ну, как можно складывать килоньютоны И килоньютонный метр, да? Все Первый уровень готов Кстати, сразу же находится XB Неплохо, да? А что вы меня не поправляете? Я пропустил кое-что XA Ну, конечно Я так рассчитываю, что не только я решаю Но и вы тоже решаете Плюс XA Таким образом, ничего отсюда не найдешь Две неизвестных XA Да Разбежался Еще XA Так, отсюда ничего не найдешь У нас еще два уравнения в запасе есть Сумма проекциях на ось Y Вот отсюда кажется, что Y найдешь точно Смотрите, Y Одно единственное неизвестное Получается Y Y Так, момент не входит P горизонтальное не входит Она проецируется в точку Это вертикальное получается Минус 6 О, это отлично получается Минус 6 Все, да? Равно нулю Вот Кстати, одна неизвестная уже найдена Да? Я вам потом буду давать задачу на баллы И Один правильный ответ Два балла Неправильный ответ Минус 1 Потом суммируем баллы Ну, это потом Значит, сумма моментов относительно точки А Ну, здесь придется писать А, кстати, почему точку А взял? Да любую точку В принципе, сумма моментов относительно любой точки Это уравновешенность на поворот На вращение Берите любую точку Ну, смотрите, я беру вот эту точку Это очевидно Через эту точку проходят две неизвестные Они При проецировании как бы сократятся Ну, они скажут У них плечо будет ноль В этой силу, в этой силу Плечо ноль Относительно точки Они войдут И так возьму сумму моментов относительно точки А Хотя, честно говоря Относительно точки Б тоже было бы неплохо Ну, давайте для разнообразия относительно точки Б Смотрите, почему мне понравилась эта точка Б Через эту точку проходит сила 6 Ну, на одно слагаемое меньше, да? П проходит У нее момент ноль А войдут вот эти две А одна из них уже известна Ну, давайте для разнообразия Потом сумма моментов относительно этой точки будет как проверка Ведь это же дополнительное уравнение Относительно точки Б Равняется Ну, конечно, в конце концов равное нулю А в начале у нас получается Что у нас получается? Давайте Да, когда много сил Рекомендую в каком-то порядке делать Справа налево, по алфавиту Слево направо, сверху вниз Но в порядке Они так хаотичны Здесь достаточно много сил Ну, допустим, игрека Пишем игрека Игрека Вот здесь самое интересное начинается Вообще говоря, уровней проекции Почти не ошибаются студенты А вот с моментами Собственно, ради этого Эту микролекцию и пишут Потому что вопросов В основном возникает Знак момента И плечо момента Вот поэтому более подробно пишу Момент силы игрека Относительно точки Б Ну, конечно, из школьного курса физики Вам известно Момент сил на плечо Я вам уже где-то говорил Что мы берем Вот так со знаком плюс А вот так со знаком минус Это я уже говорил, да? Но остальное Надо немножко подробнее Итак, игрека Линия действия Сила игрека Вот она, так Вот точка Вот точка Смотрите, мы сами зафиксируем точку Б Все внимание на точку Б И на линию действия Больше ничего Из точки На линию действия Отпускаем перпендикуляр Измеряем его Получается 5 Я умножаю на 5 Пока это все просто Самый часто задаваемый вопрос О знаках Почему с плюсом Или с минусом А мы делаем так Там разные способы Сюда, например Представим себе Шаттлист бумаги Сюда мы втыкаем иголку Булавку И притыкаем этот лист бумаги К доске А вот здесь вот Прикладываем вот эту силу Момент, который мы определяем Вот приложили Куда он крутанется Этот лист бумаги Он крутанется вот так Со знаком минус По часовой стрелке Поэтому пишем Минус у А на 5 Ну, кстати, есть другой способ Определения Знак моментов Но я в конце потом Икса Ну, давайте Теперь вы подсказывайте Все, я, да я Икса Что мы? Плечо и Давайте плечо Плечо какое? 2 2 Плечо 2 Вот линия действия Вот линия действия Это сила Она вдоль нее Движется Кстати, помните Она скользящая, да? Кому непонятно Удобно Кстати, это очень действительно удобно Перенести ее сюда И здесь уже легче Крутануть ее Как она будет крутить-то? Значит, на 2 Значит, тоже с минусом И, кстати Вы еще контролируете Между собой Эти силы Если они как бы В одну сторону Трудятся, крутят С одним знаком А если одна в одну Другая в другую Тоже с разными знаками Ну, здесь ясно Что эти обе силы Крутят вокруг Точки Б По часовой стрелке Да, сила П Проходит точности Через точку Б Не войдет Шестерка не войдет Восьмерка тоже войдет С минусом, да? Восьмерка войдет с минусом Значит, минус 8 На сколько? Тоже 2, да? Минус, да? Минус 8 на 2 И, наконец, плюс М, да? И плюс М И плюс М Равно нулю Там М-то На камере не видно Сейчас я подвину чуть-чуть Чтоб момент был видим Так, ну, вроде видно Равно нулю Так, ну вот Такое уравнение Да, уже вся система Пора решать Вот это 8 Это 2 Момент пишется Момент пишется С плюсом И плечо тут не ставится Да? Ну, давайте Что мы можем здесь сделать Во-первых, мы сразу напишем уже Как бы ответы Игрека Начнем с приятного Игрека равно 6 Без проблем, да? Правильно, да? Уже отсюда найдено Так, Ха, к сожалению Пока мы не найдем Пока вот это уравнение не решим Подставляем сюда 6 Здесь получается Минус 30 Минус 2Ха А М равно 16 Забыл сказать М равно 16 М равно 16 И чего? Килоньютон метров Здесь 16 Здесь 16 сокращается Равно 0 Отсюда Ха Равно чему? Минус 15, да? Минус 15 Итак, Ха Равно минус 15 Минус 15 Так Ну, это, конечно, все В килоньютонах, да? Килоньютон Килоньютон Ну и последнее Вот это уравнение Хб надо найти, да? Давайте здесь напишем Чисточку Ха Хб Равно Ну, здесь, что у нас Минус 15 Минус П И минус 8, да? А П равно 1 Я забыл написать, да? П равно 1 Один килоньютон 1 килоньютон Значит, получается Минус 9 Значит, минус 24 И переносим туда плюс 24 Правильно, да? Вы проверяете то, что мы можем ошибиться? Да Чтобы не было Никакой возможности ошибиться Мы составим дополнительное уравнение Для проверки Сразу предупреждаю, что вот такая школьная проверка Типа Решили систему Теперь подставили в нее И убедились, что верно Понимаете? В систему подставлять это наивно А вдруг сама система неверная? Поэтому в теоретической механике Хорошей проверкой является Составление дополнительного Независимого от этих уравнений Уравнения И проверка именно его Помните, мы Проигнорировали Сум моментов относительно Точки А Давайте теперь его и составим Куда бы его записать Чтобы Чтобы его А вот здесь вот Здесь места хватит, наверное Вот здесь вот я сотрую эти правила знаков И здесь вот Я запишу сумму моментов Относительно Точки А Тогда у нас проверяется Фактически только ХБ А ХБ сколько? 24 Ну, проверим Итак, сумма моментов Относительно Точки А Равняется Ну, начнем с того В чем мы заинтересованы В ХБ Это ХБ На 2 С плюсом Да? Вот так крутит Вот так Кстати, опять Кому непонятно Передвиньте поближе И заключите его В окружности Так вот Ну, честно С плюсом ХБ на 2 Дальше Минус П на 2 А П у нас единица То есть минус 2 Да? Минус 2 Потом Плюс М Правильно? Плюс М, да? Правильно? Плюс М, да? Просто плюс М А это М у нас сколько было? Плюс Просто плюс 16 16 Потом Минус 8 Минус 8 На сколько? На 4 Вот 8 Вот линии действия Плечо 4 То, что с минусом Понятно Накрутит Вот так вот 8 Потом Опять же Минус 6 На сколько? 6 на сколько? На 5 На 5 Равни Все Все больше ничего не дает? Равнули Ну, просуммируйте Я сейчас так сходу не могу Давайте Не-не 62 Идолой 14 48 Да? 48 Значит, если мы Посчитаем То получается XB XB Зря Паниковали Сколько XB Получится? 24 А так и было Значит, проверка Выполнена Субтитры